Здравствуйте, дорогие друзья! Я давно хотел записать это видео, руки не доходили, вот дошли, что называется. Так вот, тема-то очень важная, она психологическая по большей степени, на самом деле. А тема о том, что люди очень любят оправдывать себя, свои любые поступки, пристрастия, желания, привычки, верования, тем, что меня страшно бесит. Почему бесит? Потому что я не люблю тупость человеческую, и ненавижу, когда человек себя обманывает, ну, самообманом занимается, потому что это глумление над совестью, что ли, над какими-то законами природы, издевательство. Потому что человек должен быть вообще разумным, то есть человек должен отдавать себе отчет в то, что неважно, нравится ему что-то, не нравится, хочет он в это верить. Но если здравый смысл и аргументы говорят о совершенно противоположном, опровергает твою веру и так далее, здравый, только не то, что хочется тебе верить, и ты это воспринимаешь за якобы аргументы, глупости всякие. Но вот в этом случае, если человек так считает, он должен сказать, я подумаю, я проанализирую, я хотя бы буду воспринимать эти аргументы и критически обдумывать то, над чем я верил. И в то, что я хочу верить, я подвергну сомнениям. Так вот, речь идет сейчас о том, что те, кто любит мясо, любимую свою, как я говорю, сосиску, готовы оправдать любой ценой, любой, даже попрание здравого смысла и разума человеческого, то тогда я хочу прибегнуть к той теме, к которой они, эти люди, часто, некоторые прибегают, говорят, вот как же так, все основа основа, мясо чуть ли не завещано есть. То есть убивать и есть трупы животных завещал Бог сам. И приводят идиотические всякие цитаты. Так вот, давайте поговорим об этих цитатах. Поговорим с кем? Первое, со священником. Да, русской православной церкви. Ну, кто из вас, например, христиане, считается религиозным, верующим? Это важно, правда ведь? С разумным. А они же тоже люди, разные люди бывают, и священнослужие, разные люди. А мы о первоистоках, начиная с Ветхого Завета, да, и Нового Завета, и то, что, и как жил, и что говорил Иисус, и апостолы, и так далее. Об этом мы сейчас четко, вот научно, аргументированно, исторически поговорим. И с точки зрения здравого смысла поговорим. Я приведу письмо, написанное мне, для общей публикации, вообще, священникам одним. Потом зачитаем, я буду читать и анализировать тексты, которые провели люди, анализ, вот, священных писаний, начиная с Ветхого Завета, и так далее, и так далее. Давайте разберем этот вопрос, чтобы уже поставить точку в нем. Ведь правда это важно? Кому-то это будет важно как контраргументы тем, кто умничает и показывает, якобы он, вернее, даже не показывает, а просто говорит. Вон в Библии написано, мол, для пищи Бог дал животных. Что за бред такой? Этого не было. Но, тем не менее, надо же доказать это. Вот давайте, кому-то это будет помощь, а кому-то это будет удар по голове. А это полезно иногда получать удар по голове, если она башка глупая, так сказать, и несет всякую ахинею. Давайте так, еще раз. В угоду своих желаний, пристрастий, не надо приводить идиотские аргументы, которые не являются аргументами. А вот аргументы, да, если они есть, конечно. Но вот вяжется ли это со здравым смыслом, с рассудком, с совестью человеческой? Ребенок маленький рождается. Он как будет воспринимать животное? Как друга или как еду? А может быть, этого уже достаточно, чтобы осознать, что есть так называемое любимое мясо ваше? Ну, кто это любит и кто отстаивает свой кусок? Вот, приводя кто-то неандертальцев, кто не атеист, он будет сразу неандертальцем эволюции, что в результате мяса, особенно жаркие варки, мозг человека стал развиваться, так сказать, и так далее. Тут просто вам что делать нечего, вы хотите, вернее, вы хотите как пушкин обманываться рад? Это же низко. Низко, потому что аргументации здесь, логики, здравого смысла нет вовсе. А если этого нет, то тогда кем вы являетесь? Как вы себя можете считать разумным человеком? Почему нет? Ну, давайте начнем с малого. Вот хотя бы давайте с этой подосновой выбьем почву из-под ног. Вот эту вот ложную почву из-под ног тех, кто обманывать себя рад, например, вопросами Библии. Поставим в этом вопросе точку, абсолютную точку, что не было и откуда берется весь этот бред. Давайте разберемся. Все, дорогие друзья, смотрите это видео дальше. Всего вам самого лучшего желаю искренне вам, всем разумным, честным, порядочным людям, только таким. Крепкого здоровья, здравомыслия и крепости духа. Всего хорошего, до свидания. Ну что ж, дорогие друзья, давайте посмотрим теперь. Первое это будет вот то письмо, что сейчас перед вами, которое мне написал один священник русской православной церкви в Австралии. Он ко мне приезжал в Пушкинские горы и вот потом он прислал мне такое осмысление того, как он видит и понимает. И он прав в том, что он видит и понимает, потому что он непредвзято смотрел на вопрос питания и вот этого вопроса мяса в Библии, то есть в Ветхом и Новом Завете. Потом мы с вами посмотрим, я переключу вас на очень интересный, не знаю, выпускается сейчас или нет, журнал «Благодарение», где в двух выпусках редакция разбирала, глубоко копаясь в этих вопросах, которые постоянно задают люди насчет оправдания потребления мяса, то есть правильными словами трупов животных, то есть мышечной ткани, правильнее еще, да, трупов животных, и оправдывая себя тем, что якобы вот в Ветхом Завете, в Новом Завете, то есть Бог вроде завещал и животных чуть ли не сделал для того, чтобы люди могли их есть. Ну, давайте посмотрим и так, что пишет непосредственно священник русской православной церкви. Я буду зачитывать, потому что, может, кто-то не видит, ну, а кто-то бегло заодно почитает. Упоминание вкушения мяса и пищи животного происхождения регулярно встречается на страницах Библии в Новом Завете и в Ветхом. Но чтобы понять суть проблемы, нужно смотреть на библейские тексты в контексте, принимая во внимание не только период мясоедения, время практически всей истории человечества, но и краткое время пребывания в райских обителях. Первые люди в раю совершенно очевидными мясоедами не были. Бог заповедовал вкушать пищу растительную. Итак, Бытие, глава 1, 29. И сказал Бог, вот я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя, вам сие будет в пищу. Вот это кто-то из вас, дорогие товарищи, друзья, слышал вообще? Слышал. Это что есть? Основополагающее? Основа, как бы так сказать, подоснова всего, так сказать, всей истории фактически? Ну, кто человек религиозный, верующий, предположим, да? Конечно, да. Зачем тогда уже, уже сейчас, хотя дальше будут приведены конкретные с описанием и цитированием тех или иных исторических деятелей, с переводом тех или иных исторических слов и фраз. Но все-таки уже этого неужели недостаточно? Да вообще недостаточно ли того, что если вы считаете Бога, ну, скажем, Бог есть любовь, то есть добро и милосердие. Неужели вы считаете, что добро и милосердие должно быть только по отношению человека к человеку? Неужели не ко всем живым существам? И неужели не есть противоположность и противоречие в том, что можно кого-то, живое существо, имеющее душу, убивать ради того, чтобы насладить свои вкусовые пристрастия? Не для поддержания жизни, если у вас нечего есть и такие обстоятельства у вас, что вы либо умрете, либо вам придется это совершить. Это же другое дело. А сейчас от чего? От присыщения? Конечно. Что ж, не хватает другой пищи или на ней нельзя жить? Можно. Это дешевые отговорки, что нельзя. Но давайте дальше смотреть. Причем в сыром виде. Сложно предположить, что в раю кастрюли, печи или даже костры были. Как вы считаете, уважаемые зрители, в раю не было кастрюль, печей, костров, как вы полагаете? Нет. Потому что это эталонный идеальный мир, где все живое во взаимосвязи и гармонии полной. И все как есть, так сотворено. А чтобы что-то доделать, это значит сказать как бы Богу, что ты, мол, не додумал. Ну, или кто не религиозный, природный, сказать. Ты природа дура. Мы не можем с твоего стола скатерти-самобранки вкушать. А животные-то все могут? Да, они идиоты, дураки, низшие. А мы высшие? Нет. Мы тебя доделаем, то, что ты не смогла. Или Богу. Мы доделаем то, что ты не смог, не создал и неправильно сделал. Мы сейчас доварим и дожарим. Ну, не идиотизм ли это? Вот вы скажите сами себе. Хорошо. Еще сложнее предположить, что животных, которых Бог привел к Адаму, и он им имена на рецаше, то есть дал им имена, Бог привел как восполнение недостатка в незаменимых аминокислотах. И Адам нарекал одного бифштекс, иного шницель. Вот вы как полагаете, действительно, не абсурд ли то, что мы представляем, что Бог дал животных в пищу? Это что за бред вообще такое? Ну, хорошо. Далее. Быть может, Адам был до грехопадения с иным строением тела и внутренних органов, был плодоядным, а после грехопадения стал плотоядным? Вопрос. Сложно ответить на этот вопрос однозначно, ведь и животные изменились в раю, они едва ли пожирали друг друга. А как вы, кстати, думаете, в раю животные вот так же пожирали друг друга? Было какое-то вот это вот, ну что ли, ну вот какое-то вот подобие зла, несправедливости, кровавости, скажем, какой-то, да? Ну, конечно, нет. Это разум подсказывает человеку, что нет. И может быть, прав был здесь Шим Шук и другие те, кто говорят, что действительно, возможно, произошло изменение или преобразование. Но не будем сейчас даваться в вопросы биологические, я их очень подробно объясняю, включая и эти вопросы про животных, и про хищников, и кто они в пищевой сети, в экологии. Это наука фундаментальная биологическая, которая изучает взаимоотношения организмов между собой и надорганизменные системы различных уровней. Будет интересно, смотрите по ссылке под видео. Читаем дальше. Грехопадение человека сделало их кровожадными хищниками. Ну, только это, конечно, в кавычках. Именно так. Можно предположить, что Бог, зная наперёд, что плодоядный человек станет плотоядным, сотворил его способным переваривать не только исключительно растительную пищу, но и продукты животного происхождения, как птиц, задолго до появления электричества сотворил способными сидеть на проводах. Так. Последующие, после жизни в раю, вкушающее мясо не даёт права говорить о том, что мясоедение есть. Изначальный замысел Бога о человеке. Неужели это непонятно? Неужели это не, ну, скажем, примитивная и вполне логичная диалектика? И просто логика, конечно, не даёт. Значит, в качестве примера вспомним Евангелие от Матфея. Давайте почитаем. И приступили к нему фарисеи, искушая его, говорили ему, по всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женой своей. Он сказал им в ответ, не читали вы то, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их. И сказал, посему оставит человеку отца и мать и прилепится к жене своей будет оба два одной плотью. Так же они уже не двое, но одна плоть. Так что Бог сочетал того, человек да не разлучает. Ну, это разумно, так сказать. Теперь далее. Они говорят ему, как же Моисей заповедал давать разводное письмо и разводиться с нею, с женой, то есть своей. Он говорит им, Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими, а сначала не было так. Так, это запомните, кстати, фразу. А сначала не было так. Бог через Моисея узаконил развода не по замыслу своему, а ввиду жестокосердия иудеев, которые в противном случае изводили бы жен своих, то есть убивали бы их. Ну, так или иначе, понимаете? И поэтому уж лучше так, чем, так сказать, вот был бы такой, что называется, грех. То же мы видим в отношении пищи, мясоедение и вообще потребление животной пищи, следствие грехопадения. Сначала не было так. Сырая растительная пища есть именно та пища, которая дана человеку на пропитание и на которую изначально настроен его организм. Вот сейчас мы с вами уже переключим на другой слайд. Я скажу лишь здесь то, что, понимаете, вот люди так склонны свои пристрастия, свои пороки, то, что они уже все-таки понимают, но гонят от себя эти мысли, что есть трупы животных, совершать убийство, участвовать в них. А некоторые говорят, ну вы же не убиваете, это что за фарисейство? Это вот про что здесь речи привел вот священник. А потому что это самообман, дешевый, пошлый самообман. Вы же участвуете в этом. По вашему заданию, коли вы покупаете мясо, рыбу, убивают этих животных, выращивают, убивают, а они не хотят умирать. Мне так что-то кажется, что они не хотят. И мне так кажется почему-то, что они чувствуют боль, что вполне естественно, так как у них есть та же самая высшая нервная система, как и у нас с вами. Есть и кровь, есть и боль, и страх, и страдания, и в глазах, и в проявлении их движений, звуков, во всем их естестве. И это что такое за извращение над здравым смыслом глумления, что, мол, мы можем, имеем право, потому что мы хотим, потому что, типа, необходимо? Ну, сейчас прям. А миллиарды вегетарианцев, веганов, сыроедов, которые жили и живут на планете, многие из которых вообще в жизни не пробовали никогда, даже на языке не было животной продукции, так сказать. Они что, не живут, не, как говорится, полной жизнью, не размножаются, детей у них нет. И тогда, конечно, есть. То есть, всё то, что вы пытаетесь притянуть сюда какую-то науку и медицину, есть полнейший бред, хотя бы по причине того, что есть совершенно реально обратная. То есть, жизнь тех людей вполне нормальная, здоровая и долголетняя. Другие, я уж не говорю о целых народах, таких как хунзи, которые не ели никогда в жизни животной пищи, средняя продолжительность была 140-150 лет до конца, скажем, 19-го, начала 20-го века. Сейчас уже гораздо ниже 90-100, потому как медицина и цивилизация много чего туда привнесли того, что, конечно, естественного пути у людей не было. Ну, это мелочи, это дело совершенно не в этом. Дело-то в здравом смысле вообще. Обманывать себя плохо. Давайте идём дальше с вами. Значит, вот уже буду передвигать странички из журнала «Благодарение». Здесь у нас речь идёт про мясную пищу за и против. Вы потом можете прочитать, делая паузы. Я буду перекручивать мышкой. Или будут ссылочки под видеоданным. Здесь мы разделим такую, так сказать, вопрос на две части. Мы же говорим про Библию. Ну, Библия есть и Ветхий Завет, и Новый Завет. Ну, Ветхий Завет – это Тора. То есть, соответственно, кому не знать лучше, как евреям и иудеям, вернее. А вот об этом мы как раз тут и посмотрим. Ведь есть и те, кто являются знатоками Торы. Это раввины. И есть из них люди и вполне честные, порядочные, которые не выдают желаемость действительно и не фарисействуют. А исключительно без всякого личного мнения своего говорят то, что есть правда. Правда есть то, что известно, написано, сказано и то, что есть логично и разумно. Давайте смотреть. Пролистну ниже. Ну, вот важный очень момент. Смотрите. Кто сказал, что евреи должны питаться кошерным трупным ядом? Ну, вот такой вопрос. А почему? А вот давайте вкратце. На семинаре, посвященном экологии и глобальному выживанию в Центре по изучению иудаизма имени Сеймура Абрама, Иерусалима, Абрамса, были представлены многочисленные и самые разнообразные идеи того, как избежать мировой экологической катастрофы и спасти мир. Поскольку большинство выступавших были евреями и специалистами по иудаизму, все эти идеи представлялись через призму еврейской традиции. Что важно? Это важно подчеркнуть. Ричард Шварц, не исключение, специалист по гражданской инженерии университета такого-то и профессор математики колледжа такого-то в Нью-Йорке, он провел многочисленные исследования, посвященные надвигающейся экологической катастрофе проблем голода. Эти исследования побудили его самого стать вегетарианцем. То есть, начал человек себя очень честно, а не призывал сначала кого-то чисто из-за теоретических соображений. Молодец. И написать ряд книг, в которых он пламенно отстаивает идею вегетарианского образа жизни, связывая ее с еврейской традицией мировой экологии. Итак, что самое важное здесь надо понять. Тора, то есть, Ветхий Завет, говорит, он завещал, значит так, завещал человеку потреблять только растительную пищу. То есть, Тора завещала. Нарушив эту заповедь, человек обрег себя на тяжкие испытания экологические бедствия. Будучи убежденным вегетарианцем и глубоким религиозным человеком, Шварц доказывает. Творец проявил снисходительность, разрешив, как временное, неизбежное зло, убийство братьев наших меньших. Но человек принял снисходительность за вседозволенность, золотые слова. И до сих пор платит за это саморазрушением и разрушением среды своего обитания. Золотые слова абсолютно точно. Правильно передающие суть. Человек был создан Богом не для злобы, алчности, убийства и разрушения, а для мира, собирания даров природы и наслаждения божественным творением, коим является весь наш мир, подчеркивает Шварц. Ведь сказано в Торе, я дал тебе траву, которую ты собираешь на поверхности земли, вот более точное тут изложение, и каждое дерево, которое дает семена, чтобы они стали пищей для тебя. И дальше приведу тебя в землю ручьев, вод, фонтанов, источников, бьющих на холмах равнина, в землю пшеницы и чмена, вина фиговых деревьев, только вина, это называлось древние времена, сразу это отдельная тема. Кто не в курсе, кто вот вообще не в курсе, скажу. Никакого отношения к алкоголю, спирту, вино не имеет. Так, и будешь ты есть хлеб, не испытывая недостатка, и будешь доволен своей едой, и благословишь Господа, который дал тебе... Ну, что дал? Тут есть какие-то трупы. А вообще неудивительно, что Бог мог бы дать, сказать, ешь трупы, ведь это же мышечная ткань трупов убитых животных. И это нет, конечно. Идею Шварца находит больше поклонников США. Ну, дальше тут написано другие нюансы. Вот что еще важно. Вы утверждаете, что употребление мяса противоречит принципам иудаизма, вопрос ему задают, в то время как Тора не только оправдывает убийство животных, но и предписывает, каким образом следует готовить мясо, какие животные, птицы, рыбы, кошерные, так сказать, и нет. Во времена храма евреи приносили жертвы, мясо, которое... и так далее, в пищу. Вот, мол, такой вопрос. И он говорит так, что... Я хочу сказать, что в этом вопросе царит полная неразбериха. Мудрецы, торы, известные раввины утверждают, что творец никогда не поощрял убийство животных. Это была лишь его уступка человеческой слабости о том, что и писал священник русской православной церкви выше, когда я говорил. Что теперь раввин Абрам Кук, например, доказывает, что бесчисленные законы и ограничения на приготовление и потребление мясной пищи, законы кашрута, Бог дал для того, чтобы затруднить использование мяса и отвратить человека от этой привычки. Ну, дальше тут подробно все рассказывается. Значит, это можно посмотреть. Кому это будет интересно. Я не буду больше сейчас сосредотачивать на этом внимание. Очень интересные, скажем, цитаты, доказательства и здравый смысл, которые проявляют данные люди. Несмотря на то, что им, конечно, было это, наверное, говорить труднее, чем многим другим. Однако, вот, можно посмотреть, потому что, действительно, до той черты сейчас это дошло, безумие, о котором говорил Лев Николаевич Толстой, Махатма Ганди, его, кстати, ученик, можно сказать, духовный. Вот, и они изрекают истину. То есть, пока на земле есть бойни, где убивают животных, то будут и войны. И это взаимосвязано однозначно между собой. Развитие болезни, сокращение продолжительности жизни, онкология. Это все то, что есть следствие потребления мяса. И не только средствами экологической катастрофы в разных регионах. Вообще загрязнение окружающей среды, конечно, это тоже факторы. Но питание важнейшее из них. И все те, кто питались непростой пищей, как русские крестьяне, щедыкаша, пища наша. И как писали древние книги, старые, дореволюционные, которые у меня есть. И я показывал это, и буду еще из них цитировать и показывать, что русский крестьянин, это, конечно, по сути, вегетарианец. Объяснения будут, но вспомните те же русские пословицы и прощепаренный реп и щедыкаши. И вспомните того же Шмелева, который говорил, как его там, вот этот дядька, который с ним все возился, на стройки брал, прораб отца. Он говорил, что, а что первое для русского мужика зимой, вот зимой пища, самая квашеная капуста и так далее. И давайте вот без фантазий, потому что самое поганое в человеке, это глупость. Это когда человек любой ценой, даже ценой попрания и глумления над разумом человеческим, пытается оправдать свои порочные пристрастия, привычки в угоду, так сказать, брюху своему. Даже вот такой высокой ценой, когда он теряет человеческое достоинство, разум и логику. Давайте теперь перейдем непосредственно к другому тому же журналу. Ну, тут важно сказать про что. Отношения здесь изложены вообще разных религий к вегетарианству. Ну, не будем говорить про восточный буддизм, иудаизм, то есть, извините, индуизм и прочие течения религий. Тут, я думаю, ни у кого нет сомнений, какое отношение. Хотя, кстати, сразу вам скажу, что в наше время извращают законы природы, законы бога, богов, религий. Кто извращает? А многие даже священнослужители. Вот я, например, передачу смотрел, где самое местное уже население в некоторых странах азиатских, где господствующей религией является, например, буддизм, который, безусловно, веганский в своей основе по питанию и нравственности. Так вот, там даже священнослужители извращают уже, и производство открывают резку послановой кости за безумные деньги, потому что продают, и деньги победили. Как раз, в принципе, то, о чем Иисус-то и говорил, и гнал из храмов тех, кто продает. Ну, собственно, кстати, мы вернемся к этой теме, очень интересной. А когда вдруг началось вот это вот мракобесие насчет того, что якобы Библия говорит о том, что мясо можно и даже нужно потреблять? Давайте вот сейчас разберемся, это же вот самое важное. Мы чуть-чуть проговорили про Ветхий Завет, и это тоже понятно. И где основа? К чему? К какому идеалу стремиться должен, грубо говоря, христианин, либо даже иудеи? К какому? Наверное, к первооснове, который Бог сотворил как идеал, да, если уж кто религиозный. То есть вот этот рай, так сказать, рай, к чему стремится любой мусульманин. Что там, мясо режут на каждом углу или, так сказать, там что-то? Да там этого нет, если там гармонии идеальные. Это плоды, это плод дал человеку Бог или природу, вот кто как хочет, во что верит. Но это во всех религиях изначально. Естественно, плод. И это с точки зрения биологии, биохимии, здравого смысла, с точки зрения религии, понятно, как дважды два. Но дело в том, что, я говорю, люди просто рассматривают через призму любимой сосиски. Под любимой сосиской я понимаю все любимое, жареное, вареное, особенно мясное. Почему человек с ума сходит, теряет разум и начинает нести всякий бред. Ну, давайте теперь пойдем конкретно дальше. Значит, вот, надеюсь, вы уже это почитали. Я уже не говорю о том, что во все времена и тысячи лет назад и сейчас такие люди, как Пифагор, Плутар, Платон, кстати, они были сыроедами-веганами. И другие. И вот многие известные вегетарианцы более поздних времен, как Леонард да Винчи, Бернер Шоу и Толстой, ну, в поздней, во второй половине, в третьей, скажем, своей жизни, да, когда он осмыслил это и понял, он это понял. И, кстати, почитайте, кто не читал первую ступень или посмотрите у меня в блоге, есть, ладно, ссылку дам. Вот, кстати, есть такие умники, которые начинают выпендриваться, я, может, помогу, и с тем из вас, кто хочет закрыть рот, логично, не сам дурак закрыть, а именно разумно логично, ну, может быть, грубо, потому что они сами грубые люди. И вот тем, кто говорит, а растения, им же тоже больно, начинают, ну, вот таким иезуитством оправдывать свое изуверство. Ну, вот для них я сделал такую текстовую, ну, скажем, статью, я дам ссылочку под этим видео. Так, а теперь давайте смотреть христиане, вегетарианцы и вот мясоедние мировые религии. Хорошо. Если глубже вникнуть в Писание, становится ясным, христиане-вегетарианцы по своей природе. Множество исторических документов в один голос утверждает, что 12 апостолов, да, в том числе и Матфей, заменивший Иуду, питались вегетарианской пищей. Первые христиане воздерживались от мясной пищи из принципов милосердия и чистоты. Выдающийся апологет первых столетий нашей эры Иоанн Златоуст, я думаю, тоже вы его слышали о нем, да, писал, «Мы, главы христианской церкви, воздерживаемся от мясной пищи, дабы держать в подчинении плоть нашу мясоедение противно естеству и оскверняет нас». Один из основателей христианской церкви, Климент Александрийский, оказал на Златоуста большое влияние. Он говорил, «Те же, кто распаляется, склоняясь к столу с явствами, питая собственные недуги, одержимы самым, но ненасытным из бесов, коего я не постыжусь, назват демоном чрева, худшим из демонов, лучше заботиться о блаженстве, нежели превращать свои тела в кладбище животных». Кстати, об этом говорили и до него, и Платон, и Плутарх, и Сократ почти одно и то же. «Потому апостол Матфей вкушал лишь семена, орехи, овощи, обходясь без мяса». Ну, понятно, то есть был веганом, как сейчас это говорят. Давайте дальше смотреть. Из речения мудрецов и цитаты из Писаний. Это посмотрите сами, это я уже не буду говорить, потому что тут действительно есть то, что важно. Мы дойдем сейчас до главного, до сути. Кстати, вот в исламе можно тоже посмотреть, что вообще кто делает добро низшим тварям, делает добро себе. Нигде нет изуверства в своей основе, а только когда извратили те самые эталонные человечности, которые заложены в любом человеке от его рождения. Так вот, ну, про буддизм понятно. Вот индуизм, что говорит, можно посмотреть. Разное тут вот и цитаты из Эйнштейна, там Пифагора и других деятелей. Значит, а вот давайте посмотрим теперь самое, как мясоедение вошло в Библию. А вот для этого надо вернуться немного в историю к императору Константину, тому самому, кого называют Константин Великий, кого очень любит тот же Герман Стерлигов, который в данном вопросе мясоедения доходит до того же самого мракобесия, иезуитства и прочего фанатизма. Теперь читаем. Вплоть до 4-го столетия нашей эры следы ранних христианских общин в Палестине, Византии, Греции, Александрии, Египет. Указывали на то, что употребление алкоголя и мясоедения не допускалось. Они получали знания об учении Христа из доступных в то время священных писаний, кстати, которые потом уничтожили практически все. Значит, да, прошу сразу не писать вот то, что Евангелие от Есеев, то, что находили многие другие, безусловно, просто найдутся, я знаю, читал, просто найдутся те, кто скажет, что это все подделки и прочее. Дело не в этом, надо искать истину в сердце своем, в душе своей, которая у ребенка пока она чистая. Кто верит в священное писание, например, что дети чисты, изначально непорочные, ребенок как воспринимает, скажите мне, фарисеи уважаемые, вот как животное воспринимает ребенок? Как друга своего? Как пушистика-зверюшку поиграть с кем хочется? Или нападает и грызет своими зубами и проглатывает? Как хищное, я не знаю кто, сатанинское создание? Наверное, первое. Зачем вы извращаете и растляете, и убиваете души свои, не только тела, Бог с ними? Души свои, зачем вы убиваете? Говоря вот этот бред, неся тот, что каким-то образом вы пытаетесь оправдать кусок трупа, видоизмененного, конечно, после жарки и варки, и поэтому такого вроде бы другого, назвав его таким образным словом «мясо», чтобы совесть свою заглушить и не думать о том, о чем должен возникать моментальный образ, говоря о том, что вы едите. Говоря о яблоке, вы прекрасно представляете прекрасный вкусный плод, а говоря о мясе, что-то такое безобразное. Нет, это мышечная ткань, кровоточащая еще недавно, убитого вами, либо для вас, животного. Хорошо, идем дальше. Многие из этих изначальных христианских писаний, однако, были, похоже, оставлены без внимания или отклонены западным христианством, новой ветвью с центром в Риме из-за неспособности следовать содержащимся у них заповедям, или нежелания от себя, я скажу, а также чисто по мотивам политики и борьбы за власть, а вот это уже точнее. Значит, далее. Мигрировавшие в Рим христиане были готовы идти на компромисс с нехристианским образом жизни, чтобы использовать такую позицию и избежать гонений на христиан. То есть, такой коллаборационизм, такой как бы штрейбрейхерство, проводимых по всей Римской империи, и снискать расположение властей. Ну, мы такое сейчас знаем. Они даже добились покровительства императора Константина вот-вот в эти годы, который правил в то время и впоследствии действительно позволил провести обряд принятия своей веры. Впоследствии, не сразу. А кто такой Константин был? Давайте реально посмотрим, без фанатизма. Константин, следует заметить, был убежденным мясоедом и любителем выпить. Алкоголиком он был. Таким и остался. Решил, что римская форма христианства должна стать религией для всех граждан его империи. И это решение он провел, применяя силу. Мы сейчас посмотрим, прочтем, каким образом он это провел. Итак, в 325 году Новой Эры Константин созвал Никейский собор, где некоторым ученым, так называемым корректорист, входящим в состав корректории организации, созданной Константином, было поручено рассортировать и отредактировать многочисленные раннехристианские документы о жизни и учении Христа. Вот тут, дорогие друзья, и произошли те самые первые глобальные подмены того, чему учил Иисус людей, кому Он пришел, какие знания Он нес. И вот здесь как раз самаритяне объявлены были еретиками и много чего другое. В общем, дальше еще читаем. Лишь четыре из немногих изначальных христианских свидетельств, те самые четыре Евангелия, были признаны как Евангелия Единая и вошли в первый канон. А я вам скажу, что было пятьдесят примерно. Пятьдесят. Но какие-то были объявлены запретными, апокрифными, и они были признаны, признаны как бы вот кем? Иисусом? Нет. Константином и его сподвижниками еретическими. Им, ими признаны, но не значит это то, что они были таковыми. Далее. Авторитетность которого все же не была неоспоримым фактом. Только через полвека, это важно подчеркнуть, в 382 году наша была составлена многократно переработанная подборка канонических текстов Папы Дамасуса, признанная как Новый Завет. Итак, вот с этого года начался отчет, что было до него, сколько корректировок за пятьдесят до этого лет, сколько корректировок в 325 году, когда был Никейский собор, и кучу всего потом поджигали, кучу всего запретили, кого-то уничтожили. А теперь давайте дальше посмотрим. Теолог и последователи ранного христианства Усли комментируют эти намеренные, подчеркиваю, намеренные изменения и разжижения учения Иисуса Христа следующим образом. Все, что совершили эти корректоры, можно охарактеризовать так. Они с чрезвычайным усердием пообрезали Евангелие, содержащие определенные заповеди нашего Господа, которым они, читай, Константин, то есть, по сути, не собирались следовать, а именно речь идет здесь о запретах, которые направлены против мясоедения и опьяняющих напитков, неестественных. Ну, подчеркну вам, что не только Иисус, но и вообще назаритяне, где был устав назарей, не потребляющих даже не то, что любое вино, которым, кстати, не было то самое алкогольное раньше, в хорошем смысле этого слова, а даже виноградный сок и даже виноград им было запрещено есть, потому что то минимальное естественное брожение, которое в кишечнике все-таки происходит, хотя и в мизерных дозах, вырабатывает хоть какой-то мизерный тот самый алкоголь, который человек, получая, как они считали, теряет связь с Богом, постоянную, которая должна быть. Поэтому запрещалось даже виноград. Я уж не говорю про вино, и тем более то вино, под которым сейчас имеют в виду вот эту алкогольную поганую пойлу, после которого люди почему-то идут, режут и насилуют. И не надо тут вот этой казуистики и извращения насчет поганой меры и прочего. Нет узла никакой меры. Читаем дальше. Истинные христиане, которые и дальше строго следователем наставлением Христа, жить просто и воздержанно, тем самым отказываясь также от алкоголя и мяса, которые не хотели подчинять своей новой церковной власти, должны были скрываться от своих римских братьев по вере, в кавычках, новых вот этих вот, этих предателей, скажем, веры. Так как Константин не терпел ни послушания, ни критики, сразу же после собора он выпустил указ внимания, который гласил, что тому, кто по религиозным причинам проповедует вегетарианство, ну, веганство, сыроедение, там, это я подчеркнул, должен быть залит в горло расплавленный свинец. Ну, это по римскому еще обычаю. История говорит, что с 375, возможно, с 321 год, до 480, больше 100 лет гораздо, примерно 2 миллиона христиан было убито таким способом за эту. Вегетарианство в христианстве было вытравлено просто, а не то, что это не было когда-то, и это когда-то не было абсолютно единственным и правильным видом питания и естественным образом жизни человека и христианина. Вытравили насильно. Так вот, ранним христианам-вегетарианцам повсеместно заливали в горло расплавленный свинец. Таким образом, начато, начала распространяться новая форма христианства, новая, вот с этих годов, под контролем императора и по его завещанию, Константина и его преемников. Впоследствии он был возведен римской церковью в ранг святого, римской церкви. День его рождения был, кстати, 25-12, да, интересно, был провозглашен церковным праздником, а его биография приукрашена многочисленными легендами. Тут есть еще очень интересные вещи, давайте прочтем. О неправильном переводе слов, касающихся мяса в священных христианских писаниях. То есть, о тех извращениях, которые были нарочно, а безусловно, не случайно, извращены. И вы, товарищи, кто повторяет этот бред за теми предателями веры христианской, или, скажем, учения Иисуса более правильно, изначально, потому что религия это все-таки немножко другое, нежели то, что нес Иисус. Это уже люди создали. Так вот, вообще, как вы думаете? Я не представляю, как можно представить Иисуса, который жарит лопатку барашкой и ест. Ну, что, извращенцы, что ли, совсем? Ну, ладно. Так вот, хотя кажется, что Библия во многих местах поощряет мясоедение, эти разделы не следует вырезать из контекста, что мы с вами и не будем делать. Более важной диетой являются не крайние средства, ноя, связанные с наводнением, уничтожением почти всей растительности, как сказано в бытие, а первоначальная диета, о чем священник говорит, который мне написал письмо, провозглашенная Господом в бытие. К чему надо стремиться? К чему надо? Каким есть человек изначально? Каким он сотворен? Вы что, будете отрицать, что вся наша биология, биохимия, наша морфология, наши ноготки и клычки, так называемые, которые в биологиях эти классифицируются как клыки, но даже у приматов, которые точно не являются хищниками, они втрое длиннее остальных зубов, но при этом они не хищники. А мы с вами, которые своими клычками, разве что можем вареную кашку погрызть, ну, давайте не будем вот уподобляться умалишенным, хотя бы так. Читаем дальше. «И сказал Бог, смотрите, я дам вам всякую траву, сеющую семья, всякое дерево, у которого плод, сеющий семья, вам будет сие в пище». Далее Бог указывает уже в следующем стихе, что эта диета благоприятна в то время, как уже упоминающаяся более поздняя содержащая мясо, позволяется лишь для утодления страсти. Кроме того, при изучении ранней истории церкви становится ясно, что и отцы-основатели признавали вегетарианские идеалы. Можно изучать историю о жизни вот таких-то людей, но мы не будем сейчас говорить. Этот список можно вообще продолжать и продолжать. На самом деле это практически все гениальные и самые, скажем так, известные люди, которые внесли максимально в развитие человечества вклады в разных областях жизни человечества. В обед вегетарианства, которому следовали эти христианские отцы, может подсказать нам многое из того, что мы прочитали бы в Библии до ее переработки на различных вселенских соборах. Я уж не говорю о том, что еще после уже V века там столько всего напридумывали в угоду политическим и иным, так сказать, заказам. И вот с наступлением эпохи императора Константина христиане-вегетарианцы вынуждены были оставаться в подполье, поскольку Константин был мясоедом, к тому же он был маньяком. Имейте это в виду, святой так называемый Константин. Или вы что, только потому, что принято так кем-то считать? А кем принято? Предателями, изуверами, иезуитами принято так считать. Потому что, почему? Уже достаточно того, что было вышесказано. Тут еще есть интересное. И книги по истории христианства изобилуют рассказами о том, как он вливал расплавление свинец в горло христиан-вегетарианцев за избранную им диету, ну, питание. Между прочим, он умертвил и свою жену, бросив ее в жбан с кипящей водой. То есть, это был маньяк-убийца. Подонок и мерзавец. Но никакой, конечно, он не святой. И потому, что некоторые предавшие, в том числе свою, если вообще у них такая была вера и религия, христианство, Иисуса уж точно предав, назвали этого подонка святым, то они просто иуды-предатели. Ну, и не более того. И человек, потому что считая себя христианином, не должен всего лишь, потому что эти подонки когда-то назвали его святым, таковым же его считать, потому что по делам надо судить. И разум, и мозг, и совесть есть у каждого человека. И каждый вправе видеть и не отмахиваться. И ему дан разум для того, чтобы он сам судил о тех вещах, о которых его совесть, честь, его нравственность и так далее подсказывает. Так, священные писания просты для тех, кто прост, но сложны для ловкачей. Библия ясно говорит, не убей исход такой-то. Значит, невозможно сказать это проще. Точное еврейское слово, внимание, вот оно, да? Вот оно видно здесь. Что буквально переводится, не убей, все. Одно из величайших, скажем, один из величайших ученых еврейско-английской лингвистики в 12 веке, доктор Рубин Алкалей, написал в своем величайшем труде о полном еврейско-английском словаре, что слово, и это означает, к любому виду убийства вообще, ну, написали в 12 веке, выдающийся исследователь и авторитет, безусловно, и того времени, тогда это было абсолютно, в принципе, понятно, но для просвещенных людей, что к любому убийству вообще слово ло, как вы можете догадаться, считается не. То есть, не убивайте, все, точка. Посмотрим правде в глаза. Библия очень ясно говорит по этому поводу. Многие исследователи Библии, настаивающие на том, что Христос ел плод животных, очевидно, руководствуются в своих суждениях личными привычками, да, и пристрастиями, да. Желание уступать предрассудкам и поддерживать существующую традицию, характерно для людей на протяжении многих столетий, но сегодня истина еще более важна, ибо сейчас человек все больше проявляет свою независимость. Я бы сказал еще потому, что пора бы хоть когда-то, хоть каким-то поколением, вот, изменить себя к лучшему, и все человечество, и прекратить и вот это беснование, и войны, и прочую несправедливость. Но для этого, чтобы сделать мир лучше, нам сделать нужно лучше и честнее себя, и быть честными перед собой в первую очередь. Теперь, уважаемый исследователь Библии Хомсгор исследовал частное употребление, частое употребление слова «мет», вот это вот, да, «мясо», а в Евангелиях Нового Завета, внимание, он проследил его значение до изначального греческого оригинала, с которого, собственно, вот это слово было переведено на другие языки. Так вот, впервые его открытия были опубликованы на всемирном форуме в августе 47-го года всего лишь. Он обнаружил, что в тех 19 всего случаях, где в Евангелиях во всех четырех употребляется слово «мет», вот это, было точным переводом будет следующий. Точным, то есть в контексте, когда слова, как и в древние времена ведические, вот когда же еще совсем недавно, что там далеко ходить, слово «мир» писалось до революции по-разному, если мы разные значения этому слову даем. Например, когда мир, может быть, когда нет войны, может быть, мир, всем миром говорят, пойдем соберемся, а говорят еще «мир в душе», так вот писалось по-разному. Вы понимаете, о чем я? А теперь смотрите, что этот ученый про эти 19 случаев. Вот они, 4, 4, 3, 1, 6, 1, 19. Вот греческие оригиналы. И вот, что они означают. Пища, вкушение пищи, есть то, что можно есть, питание, что-то из еды. То есть, дайте мне что-то из еды, просил там нищий, например. Ну вот, все, теперь дальше идем. Таким образом, каноническая версия стиха Иоанна, если у вас так называемое мясо неверно, это надо перевести. Есть ли у вас еда, просят люди, поесть что-то. Обратите внимание, пожалуйста, что если правильно переводить, то нигде в Библии нет слова мяса. И уж тем более рекомендации его вкушать, сатанинской рекомендации, я хочу сказать, его вкушать. Вот это было бы правильно. Теперь дальше. Рыба. Другое слово, часто переводимое в Библии неверно. Имеется в виду не существо, живущее в воде, дорогие друзья, но символ, с помощью которого ранние христиане могли узнать друг друга, когда была религия под запретом. Это был секретный знак, необходимый в эпоху гонений и преследований до признания христианства государственной религией при Константине. Знак рыбы был тайным символом и словесным паролем, происходящим от греческого слова «ихтус» – «рыба». Поэтому он представлял из себя окростих, составленный из заглавных букв греческой фразы. Вот эта фраза. «Иисус Христос – Сын Божий Спаситель». Зашифрованный, чтобы друг друга понимали те, кто знает, о чем речь. Частые ссылки на рыбу символически указывают на Христа, не имея ничего общего с поеданием мертвой рыбы. Но символ рыбы не был одобрен римлянами. Они выбрали знак креста, предпочитая сосредоточиться более на смерти Иисуса. Кстати, имейте это в виду. Христос-то никакой крест как бы не выбирал в качестве символа сам, да? Чем на... А кто? Вы римляне выбрали? На его выдающейся жизни. Что было бы правильно. Возможно, что это одна из причин, по которой лишь, ну, скажем, десятая часть его жизни записана в канонических писаниях. Кстати, дорогие друзья, а в тех 50, ну, вернее, там, 46 других евангелиях, как вы думаете, было что-то о жизни Христа, где вот в этих четырех была пропущена основная часть жизни Христа, а именно его 30 лет? Как вы думаете? А я вам скажу, конечно, да. Ну, хорошо, это отдельный вопрос уже. Так вот, зловоние, внимание, это святой Василий, кстати, зловоние, исходящее от мяса, затемняет свет духа, едва ли можно обрести добродетель, наслаждаясь мясными блюдами и пиршествами. Наверное, христиане вот уже что-то должны вынести из этого всего вышесказанного. Может быть, вы перестанете, если, конечно, вы такими были, фанатиками быть, а станете осмысленными, религиозными уж тогда людьми, осмысленными и не идти в противоположную сторону от Иисуса, а я имею в виду от добра, от чести, от справедливости, от сострадания, от человеколюбия и прочего-прочего всего, что можно олицетворять с Иисусом. А может быть, будете идти вот в эту сторону, а я вам скажу, что если вы идёте с сосиской наперевес, то вы идёте в сторону ада. И это правильно, и это естественно, и так оно и есть, и так оно должно быть. Поэтому, пока вы живы, измените свою жизнь. Перестаньте быть мракобесами и кретинами. Вот это я говорю вам, как бы, с желанием добра вам. Теперь, слово «мит» – мясо. Вот, смотрите, вот, греческое. В Новом Завете ещё. «Потому сам Господь даст вам знамение». Смотрите, «дева в очревии примет ради сына и нарекут его иммунел». Так, и вот дальше, чем будут питаться, как что, но дело тут в другом. Давайте ещё вот это посмотрим. Все три раза, тут тоже, опять-таки, важно понять, используется слово «питание». Заметим, что хотя в переводе употреблено слово «мит» – мясо, совершенно ясно, что имеется в виду хлеб, который все они вкусили. Ну и, соответственно, давайте так. Теперь я в самом конце хочу вам что сказать. Значит, ну, наверное, подытожить то, что здравый смысл человека, его чистая совесть, если он попытается, ну, как бы сказать, вспомнить себя ребёнком, вспомнить то, с чего началось его мясоедение. Наверное, с того, что вы плакали, ну, может быть, было по-другому. Ну, вот я, например, так, а папа-мама, ну, папа в данном случае говорил, что, ну, да, конечно, жалко животных, конечно, жалко, но это же необходимо. И почему-то меня убедили вот в своё время, что это необходимо. На самом деле, то, что это необходимо, не может никто доказать, если только идиотскими фразами, которые не подкрепляются ничем, абсолютно ничем. А ещё раз хочу вам сказать, что если есть хотя бы один человек, который вырос, рождён был, без мяса, ну, например, как Стелла Маккартни, дочь, я уж не говорю про Индию, там не скажут, ну, там Индии, другие ферменты, какую-то ахинею насчёт ферментов, тут слышал по телеканалу Первый Вегетарианский про эту передачку «Зебра», где там мужичок такой нагловатый, ох, как я хочу туда, скажу, кстати, директору канала, я его знаю, что пригласите меня на эту передачку «Зебра», а то там сидят дамочки, которые ничего сказать не могут этому умнику, ох, я скажу, я корректно скажу, да, но так скажу, что, ну, так сказать, ох-ох-ох. Так вот, значит, соответственно, давайте так, вот ребёнок, чисто изначально, он, так сказать, воспринимает как друзей, а родители говорят, ну, эти друзья собачки, кошечки, хомячки, шиншивы, а вот эти животные почему-то твоя пища. Постепенно ребёнок с этим так или иначе мерится, ест, и потом вкусовые пристрастия берут над этим вверх, и он уже становится наркоманом пищевым. И потом сам оправдывает себя, свою жизнь, и, соответственно, обманываться рад, как говорил Пушкин. Ну, вот обманываться рад. А дальше это разрушение вообще психики происходит человека, потому что когда он занимается самообманом, и, как бы это сказать, глумлением надругательством, над совестью своей и над здравым смыслом, человек скатывается в мракобесие, в безумие. И дальше он может творить что угодно. А главное мыслить уж точно разумно он может до определённой степени. Но как алкоголик через фужер с шрампанским, как правильно говорит Жданов, не видит эту проблему, так же и мясоед через сковородку с, так сказать, кворчащими кусками мышечной ткани убитых животных для него, тоже он это не понимает и не видит. Но если вы хотите, дорогие друзья, как бы это сказать, исправить свою порочную, вот эту неправильную абсолютно жизнь, а уж если тем более вы себя считаете религиозными людьми, кто-то христианами, кто-то иудеями, кто-то мусульманами, то тогда давайте подумайте, что вы в себя вкладываете. И мы те, что мы едим уж точно. Если мы будем подобны вот этим скотомогильникам, живым, ходящим, утилизирующим и перерабатывающим в себе мертвечину, то, собственно, что будет из этого? Из этого, я скажу, из этого будет падение, из этого будут духовные, нравственные и прочее, из этого будет смерть и много всего другого плохого, но хорошего в итоге не будет точно. Да, конечно, есть те люди и хорошие люди, вы можете привести в пример, которые жили, питались, но тем не менее, да, многие люди из них были очень хорошими людьми и делали добрые дела, такие люди и есть, и я знаю таких. Но эти люди, к сожалению, ни разу в жизни над этим не задумывались. И уверяю вас, что если бы эти люди, разумные, порядочные люди во многом остальном, задумались бы, как это сделал в свое время Лев Николаевич Толстой, например, и понял то, что должен был понять любой разумный человек, то, что понял в свое время, я не знаю, и, предположим, Репин и его жена, что поняли там огромное количество других людей, в том числе очень многих известных и разумных, и таких великих деятелей, скажем, в разных областях культуры, истории, науки, и, так сказать, что мы только не возьмем. То вот тогда в этом случае мы сможем изменить себя легко и просто, без всяких тяжелых переживаний. Для этого надо понять первооснову, что это есть мясоедение, потребление трупов животных, глубочайшее извращение и глумление над здравым смыслом, над естеством, над природой, над собой, над любой религией, которой мы бы придерживались или являемся апологетами то или иное религиозного учения, течения, то тогда мы должны все это прекрасно понять, и вот только тогда мы можем сделать мир лучше, если мы его, конечно, хотим сделать лучше, а в первую очередь себя в этом мире. Так вот, начинайте себя и своей семьи. Некоторые глупые люди говорят, дайте детям, мол, выбор, когда они взрослыми станут. А сейчас типа кормите, то есть эксперименты не ставьте. Ну, эксперименты, причем с известным результатом, ставят как раз те, кто пичкает детей трупами животных. Эти дети постоянно болеют, постоянно сопли, конвейером. Причем даже у одних и тех же родственников, кто, например, семьи веганов, сыроедов и семьи мясоедов все подряд, эти болеют одни мясоеды как конвейером одни за другими. В соплях и в температурах ходят, и в гнойных воспалениях, а другие не болеют и практически не могут даже заразиться очень тяжелыми. А если заражаются, когда все, весь класс, как у моих, например, детей, под 40 и в лёжку, неделями, то максимум день-два и здоровы. И это естественно. Поэтому эксперимент ставят те, кто оправдывает вот этот свой внутренний извращенный мир и извращенные представления о жизни, а на самом деле вот эти порочные желания, пристрастия любой ценой оставить свою любимую сосиску на своём столе даже вот такими ужасными, глупыми высказываниями, которые даже сами они, вероятно, не понимают. Но так желают оправдать себя и свои пороки. Поэтому давайте будем всё-таки людьми здравомыслящими, не будем ахинею всякую нести. Ну, хватит. Ну, пора остановиться. И поэтому, уверяю вас, что ни одного аргумента у вас, ну, кто ещё до сих пор что-то не понял и до сих пор пытается оставить любимую сосиску на столе в своём, в рационе питания, ну, ни одного у вас нет разумного аргумента, а только желание. Вот всё, что вы можете в пример привести, это бред, который основан вообще ни на чём. Так же, как тот бред, который мы сегодня с вами разобрали, я надеюсь, вы поняли, откуда ноги, так сказать, растут, вот этих извращений якобы мяса в Библии, завета Бога есть мясо и так далее. Так вот, всё то же самое связано с наукой, с там, незаменимыми аминокислотами и прочее. Если вы захотите что-то написать, то вы будете страшными либо идиотами, либо лентяями. Я поясню почему. Не хочу вас обидеть. А, так сказать, вот я же тоже говорил себе в своё время, я идиот, тем более я биолог, там, не глупый человек, и вот это всё ел тоже. И я себе, когда я это понял, я не по причине здоровья, не по причине этики, хотя я уважаю людей по этой причине, кто принял это решение, там, не есть животных, как Бернард Шоу и прочие. Но я вам скажу так, что когда я понял всё это, что к чему приводит, и что есть пища для человека, я сказал себе, я что, идиот? Я же себя уважать не буду, если я останусь таким дебилом. И я сказал, с этой секунды никогда в моём рту, в моём кишечнике, желудке не будет этого. Никогда. Потому что это извращение. Вот это другая мотивация, третья. Она у меня была таковой. Я желаю вам проявить здравомыслие и понять это. И лучше раньше, чем позже. И да, не калечьте своих детей. Потом может быть поздно. Слишком много в нашем мире, современном, других факторов, которые влияют и разрушают здоровье человека. Слишком много. Поэтому, если главный из факторов, главный питание, не убрать, не восстановить, то скоро мир погрузится в онкологию в полной мере. И в другие болезни, которые всё молодеют и молодеют. И больше и больше людей умирают от болезней, от тяжёлых, неизлечимых. А медики разводят руками и говорят, ну что делать? Вот такие-то проблемы, это ничего изменить нельзя. Мир такой или мы не понимаем, не знаем. Да мало ли, как ещё они оправдывают. Те же самые простые люди, они и есть, они оправдывают своё пристрастие к этому. Ценой вот той самой попрания здравого смысла и глумлением над человеческим разумом. А поэтому давайте таковыми не будем. И пока мы живы, изменить себя мы можем. И значит, ещё не всё потеряно. Но только давайте не будем ждать завтрашнего дня и откладывать всё на завтра, то, что мы можем и должно нам сделать сегодня. А поэтому давайте изменимся с вами мы сейчас и сегодня. И для этого тогда мы уже и для будущих поколений, для себя ставим очень хорошую перспективу. И мир гораздо лучше и чище, чем тот, который мы имеем сейчас. И вот, чтобы этот мир был лучше и чище, и справедливее, ну никак нам не обойтись, и невозможно его таковым сделать, пока мы будем убивать и есть животных. Это просто невозможно. Ну просто по определению, по причине просто как бы законов бытия и жизни. Вот поэтому вот такое моё вам пожелание. Ну и давайте, дорогие друзья, под данным видео посмотрите по ссылочкам то, что я советую. В том числе аналитика по биологическим вопросам питания, кто насчёт до сих пор незаменимых аминокислот беспокоится, кто беспокоится там о В12, кто беспокоится о витамине Д и кто беспокоится о железе, которое почему-то в растениях не то. Ну, в общем, вот те 4-5 нюансов, которые могут привести умники, наслушавшись кого-то, чтобы оправдать себя любимого, они всегда приводят в пример. Я всё это разбираю. И, естественно, камня на камне не оставляю от этих глупостей, потому что правда, она проста, доступна, она лежит на поверхности. Да мы, люди, слишком жизнь свою усложнили, и горе от ума, как говорится, надумали то, чего нет. Ну, а поэтому посмотрите эти ссылочки вот только уже после этого. Ну, кто захочет что-то умное сказать, ну, типа в противовес, посмотрите сначала эти ссылочки, эти видео, а вот потом уже реките. Всё. Доброго вам и крепкого здоровья и вашим семьям. Всего самого лучшего. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok